Всем привет! Сегодня обзор китайского многофункционального приемника. Это приемник Kimei, модель MD505BT. Данный радиоприемник, как видите, выполнен в таком ретро-дизайне. Этим и славится фирма Kimei, что она начинает выпускать, вернее не начинает, что она выпускает устройства, которые, в общем-то, кроме широкого функционала, еще приятны для глаз. Такий дизайн в стиле 60-х годов прошлого века аппаратуры. Корпус под дерево сделан, может быть темное дерево, может быть светлое дерево, но в данном случае это вот светлого оформления радиоприемник. Верхняя часть занята ручками, две ручки, это поиск радиостанции и ручка включения, совмещенная с регулятором уровня громкости. В середине находятся шкалы, по которым видно, что приемник трехдиапазонный, поддерживается FM-диапазон, средний и короткие волны здесь присутствуют. Под шкалами находятся кнопки управления MP3-проигрывателем, ибо я уже упомянул, что радиоприемник многофункциональный, то есть он может выступать в роли акустической системы, которая способна воспроизводить файлы с каких-либо внешних носителей, либо с внешних гаджетов. Кнопка play-pause, кнопка track-вперед, track-назад, track-вперед, кнопка mode-это кнопка выборов режимов работы. Если кто-то интересовался портативной акустикой и видел эти обзоры, то вы видели, что те же самые кнопки присутствуют практически на каждой портативной Bluetooth-акустики. И здесь вот такой интересно выполненный переключатель режимов работы, причем он надежно сделан, это не то, что там ползунок, который нужно ловить, там неизвестно, блок там каких-то плюс-минус полмиллиметра и уже другой режим работы. Переключается диапазон и режим работы устройства. Ну, в данном случае я поставил его в FM-диапазоне. Сейчас включим. Вот. Довольно уверенный прием, даже без учета того, что есть телескопическая антенна, и можно использовать ее даже без антенны, он все прекрасно ловит. Динамик располагается здесь, каких-либо технических характеристик. Нигде мне найти не удалось, то есть ни мощности динамика, ни других каких-то параметров. Частотный диапазон воспроизводимых частот тоже я не нашел нигде. Если просто основываться на сайтах, которые в интернете, я думаю, что все это просто придумано. Вот. С тыльной стороны мы можем видеть USB-порт для подключения USB-флэш-накопителя, есть слот под карточку памяти формата microSD, и напрямую данный радиоприемник может воспроизводить файлы вот с этих вот, допустим, компьютерных флэшек. Кроме того, если вы хотите соединить его с сотовым телефоном, либо планшетом, я уже говорил, есть Bluetooth, а еще возможность проводного соединения, поскольку у него присутствует обычный AUX-вход для подключения каких-либо внешних устройств. Работает этот радиоприемник, ну вот изначально, вот как его достали из коробки, да, он рассчитан на то, что он может работать от вот этого вот аккумулятора. Причем, обратите внимание, аккумулятор не встроенный, аккумулятор сменный, типа размер 18650, что очень удобно. Для зарядки аккумулятора может использоваться либо сетевой кабель, которая идет в комплекте, либо можно использовать вот этот вот разъем стандартный, микро-USB, то же самое для, через него можно осуществлять зарядку аккумулятора. В момент зарядки вот здесь вот горит красный светодиод. Если же вытащить вот этот вот аккумулятор отсюда, то радиоприемник можно использовать как обычное сетевое устройство, то есть просто подключить его в сеть, и будет он с успехом работать от сети, а не так, как, допустим, другие версии вот таких вот многофункциональных радиоприемников, там у Мэйера, допустим, да у того же Кимая, где написано, что сеть подключается только для зарядки аккумулятора. Здесь нет, здесь можно аккумулятор вытащить и нормально все использовать. Вот. Сейчас я поставлю сюда вот флешечку. Как видите, еще присутствует пульт дистанционного управления, что, в принципе, очень удобно, когда радиоприемник используется в качестве акустической системы. Вот сейчас мы это и проверим. То есть я включу. Во время включения загорается вот здесь красный светодиод. Запоминает он место остановки на треке, этот радиоприемник. Вот я вынимал флешку, вернее, ну, USB-флеш, вставлял, и он продолжает с того места, где он был. Переход по трекам. Ну, и давайте посмотрим громкость. Такой звук, который воспроизводит этот радиоприемник, ну, я бы, наверное, с уверенностью назвал мощным и качественным. То есть все довольно здорово. То есть в качестве акустической колонки, ну, выше всяких похвал. Вот. По поводу Bluetooth, давайте, сейчас я... Это он. Bluetooth. Вот, Bluetooth. Сейчас я его подключу к телефону, к своему. Вот он подключился. И, как обычно, здесь BT888, вы видите, подключен для воспроизведения аудио. То есть, если обычная, стандартная Bluetooth-колонка, она может использоваться как устройство hands-free, здесь этого нет. Хотя изначально, я вот, когда увидел вот это вот отверстие здесь на лицевой панели, я подумал, что здесь встроен микрофон, и что он будет работать как, ну, что можно будет разговаривать по телефону. Нет ничего подобного, ничего этого сделать нельзя. Только для воспроизведения музыки. Ну, а музыку воспроизводят как обычно. То есть, никаких здесь этих сложностей, трудностей там, или каких-либо вопросов не возникает. То есть, просто запускаете музыку у себя на телефоне, и радиоприемник ее воспроизводит. Вот, пожалуйста. Можно регулировать громкость с пульта. Сейчас я остановлю эту музыку, а то он меня заругает. Нет, придется все-таки вот так вот выключить его. Иначе YouTube скажет, что нарушены авторские права. Вот. Давайте сейчас пускай он... Play by USB Drive. ...с флешки воспроизводит. Имея в руках пульт дистанционного управления, кроме того, что он и так качественно звучит, можно еще воспользоваться настройками встроенного эквалайзера. Вот этот перегиб по басам пошел. То есть, как видите, при наличии пульта вполне можно подобрать вот эту звуковую картинку в соответствии с вашими предпочтениями. На этом и все, наверное, то, что я хотел вам рассказать об этом устройстве, за исключением того, что корпус не показал, да, по поводу компактности. 22 сантиметра. 13,5 сантиметров. И 9 сантиметров у него толщина корпуса. То есть, вот такой вот совершенно небольшой радиоприемник, который всегда можно взять с собой, либо использовать дома как стационарное устройство, которое, кроме того, что будет хорошо звучать, еще будет и глаз радовать. Жители города Санкт-Петербург и его ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Находится он на Римском проспекте. Работает каждый день. Пожалуйста, приходите и воочию можете ознакомиться с тем, что вы до этого видели в наших обзорах. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова